здравствуйте с вами мурашкин григорий на одноименном канале сейчас речь пойдет вернее будет обзор домика беседки это будет часть усадьбы в принципе это готовый уже дом разве что какие-то мелочи остались но он уже в общем готова начнем с внешнего осмотрения так пойдемте наверное сбоку так бог но видно что большие окна прозрачная как я и говорил в видео об окнах может быть я сделаю еще вот такие вот тоненькие тоже еще тоньше наверное чем вот эти вот деревяшечки потому что я хотел сделать будто бы ну это богатый дом потому ровненькие высокие потолки большие окна ибо стекла не жалко но я вот теперь сомневаюсь что это красиво как-то но у бога даже немножко выглядит хотя может и оставлю я еще не решил значит тут вот окно то которое меньше она открывается мои первые открывающиеся окно когда зайду в средину покажу вот окно на второй этаж во втором этаже и тут еще и такой треугольник тоже оно большое стекла тоже не жалко это же может быть я изменю но у меня тут вопрос если изменять то что и тут делать такие но тогда уже там маловато будет возможно нужно было и здесь делать а как открывающиеся потому что дисбаланс просто идет это маленькая это большое она немного не так смотрится ну поехали дальше здесь тоже два окна кстати я делал именно большую дырку полностью и потом между окнами я делал такую поперечку большую чтобы она разделялась на два то же самое здесь сбоку было так поехали дальше первый этаж внешняя сторона двери значит двери на трех скобах петлях таких древних во всю длину двери создано такое вот это сбоку на колоннах так сказать прикреплено это я думал поставить тут скамейку вернее лавку но я еще не решил с какой стороны дорога потому саму лавку я сделал на прикреплять не стала если надо будет от 3 отломаю здесь и приставлю в другой стороне и туда поставлю лавку так значит там окно да с x-образным таким пересечением тоже стекло там вот видно ручка железная п-образная такая вот она камера конечно не хочет четкость как есть так колонны вот видно на втором этаже как эти колонны держат балки все это конструкция поддерживается каждая колонна держит какую-то балку вот это вот поперечка она больше для понта так скажу но имею ввиду вот эту вот вот то есть она на самом деле конструктивного решения тут нет ну скажем так на самом деле в миниатюре она укрепляет эти балки но по факту если бы это было в реальности то я не уверен что она там нужно было именно вот именно вот в таком виде лучше бы колонны именно в нее упирались ну да ладно так крепче в миниатюре теперь поехали по лестнице заранее извиняюсь видео будет очень долгим да но я его пишу не только вернее я понимаю что его и так посмотрит мало людей потому все равно его запишу так как захочу так лестницу 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 у меня тут натуральная натуральный некуда вот даже вот такие вот под каждой ступенечкой пымпочки вот кто осмотрел видео у меня стеллаж тот поймет что это такая же штука в стеллажах у меня она укрепляет и в жизни она тоже делалась если ступенечка не врезалась то вот так вот тоже ставили значит колонны держат крышу вот эту которая вот держится ну то есть там кракасики такие на так вот еще одна лесенка тот же тот же принцип можно вот рассмотреть получше видно там такие штучки небольшие которые держат каждую ступеньку так это как она называется ой так то за что держится поручень ё-моё на поручень он от колонны колонне и между поручнем и основанием лестницы идет какие-то называю половинки вдоль расщепленная спичка ну то есть доска такая здесь тоже самое хочу обратить внимание на упоры все но там так сказать друг друга поддерживает друг к другу прикреплено и получается вот небольшая площадочка тут тут тоже поручень колонны квадратные большие специально так сделал чтобы не было очень хило потому что можно сделать очень тонким но она будет настолько хрупким что ну короче были проблемы уже когда-то делал научился делать погрубее но надежней так скажу да вот площадочка видно что крыша упирается в опоры которые идут получается так где-то вот идет идут опоры на площадочку и от площадочки идут опоры для крыши так ну и вот пошел поручень наверх видно что там уже не доска а вот такие вот колонны кругленькие по моему же кругленькая вот это да это даже кругленькая колонна не квадратная вот с этой стороны не могу понять она квадратная или крупная идет колонна но наверно круглая опор очень идет округлый закругленный значит вот балкончик такой тут тоже поручень закругленный колонны все квадратная не округлял ничего только поручни все оно состыковано друг с другом тоже идут такие столбики которые типа подпирают эти несущую конструкцию крыши тоже там упор и всякое такое и хочу заметить что там стекло в двери на трех петлях дверь и тоже с ручкой если видно вот там железная ручка вот железная ручка на трех треугольное стекло сверху над дверью так ну я думаю что можно открывать первый этаж сейчас попробую одной рукой открыл так что я тут имею показать ну вот можно посмотреть как окна сделаны изнутри вот одно окно которое открывается и с внутренней стороны видно тоже рамы маленькая видно ее и вот второе боковое вот эти вот колонны по углам это не столько каркасы какие-то это приспособа чтоб фиксировать второй этаж значит вот там идет лавка вдоль всей стены буквой п идет одна сплошная лавка так сказать ну вы поняли кто да большой стол ничего еще не ставил теперь буду открывать наверное окно для этого нажму на стоп открою и покажу как оно там потому что надо второй рукой открыл я окно для этого не надо много сил или там дергать но надо придерживать дом хотя бы сейчас я попытаюсь не удерживая дом немножко приоткрыть его попробую сейчас чем-то зафиксировать так пришлось положить сам мобильный сейчас попробую смотреть и туда и туда вот я залезаю скальпелем вот она открывается окно но это изолента такая штука она типа тянет к себе обратно видно что из двух рам в видео про окна я на словах там объяснял как оно делается вот можно посмотреть структуру поближе так это окно да ну закрывается естественно все закрыто окно так так теперь посмотрим на двери 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 изнутри видно внутренняя часть сразу же скажу она чуть-чуть сужается по отношению к наружной чтобы не было щелей между внутренней частью и внешней то есть улице и внутренностью комнаты там ручка там разная я щеколд не делал потому как ну зачем в беседке вот эти вот щеколды что сюда люди приходят поесть поговорить а не для того чтобы закрываться вот так сейчас наверное открою двери нажав на стоп потому что тут или попробую поставить камеру опять так вот дверь так нужно смотреть чтоб видно же было а скальпелем не буду сейчас спички а то еще скальпелем поврежу себе дверку из-за видео которое посмотрит 20 человек или вернее 20 просмотров а человек посмотрит 10 так ну что вытолкнул вытолкнул так она плотно закрывается открывается и закрывается на выходит оттуда воображаемый человек вот выходит да я сказал что две ручки но я думаю уже видно что две ручки там вот пускай сфокусируется две ручки и закрывается можно поплотнее аж до упора но сейчас она к примеру приоткрыта немножко я не дожимаю до конца чтоб легче открывать но в принципе могу ради видео и прижать побольше вот и все все дверь теперь закрыта вот видно что там щели а не есть я еще не дожал наверное не дожал ладно дожму так да она еще поджимается да реально плотно закрывается ну вот видно она так в наличниках очень уютно выглядит так а теперь вот она с внутренней стороны так и наверное я останавливаю пускай это будет обзор в двух частях уже 15 минут пускай будет часть 1 3 6 7 7 7 8